Здравствуйте, коллеги! Наш пресс-центр продолжает свою работу на выставке Retail Week. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Денис Галищихин. Я руководитель розницы компании Tele2, директор Tele2 Retail и генеральный директор Ростелеком розничной системы. Скажите, пожалуйста, вы сегодня были спикером на двух наших деловых сессиях. Очень интересны их темы, какие поднимались, какие интересные решения были найдены. Знаете, очень интересная была дискуссия. Была сессия касаемо магазина будущего. И я бы хотел отметить, на самом деле, что уже нет споров о том, какой будет Retail онлайн или оффлайн. Все дружно уже говорят об омниканальности, и это уже является стандартом. То есть, если лет пять назад мы говорили о том, что туда нужно идти, то сейчас все признают, что никакие стратегии, кроме как омниканальные, не выживут. И это отрадно, потому что все строится от клиента, а омниканальность, это, конечно, про клиента и про его клиентский опыт. Расскажите, пожалуйста, магазин будущего. Мы уже поняли, что будет симбиоз онлайна и оффлайна, но есть ли какие-то модели уже рабочие магазины будущего, или мы пока еще только ищем это пока теоретически? На самом деле, будущее – это такая вещь, которая никогда не наступит, она всегда будет будущим. Но на самом деле очень важно смотреть именно в клиентский опыт и изучать его. И вот как раз через изучение клиентского опыта, наверное, и будет строиться магазин будущего. И, конечно, в первую очередь, это технологии. Магазин будущего или даже текущий магазин, который отвечает требованиям и клиентскому опыту – это магазин, который включает в себя огромное количество технологий, будь то видеоаналитика, будь то речевая аналитика, будь то диджитал сайныш и огромное количество технологий, которые сейчас являются уже стандартом. Клиент этого не замечает, и для него это тоже стандарт. А для нас такие решения еще пару лет назад были будущим. Поэтому на сегодняшний день магазин будущего или современный магазин – это магазин, который помогает в онлайне отследить клиентский опыт, быстро под него подстроиться, изменить свои процессы, сделать релевантный продукт. И, что самое важное, сделать релевантную коммуникацию для клиента. И вот это все, наверное, как бы симбиоз тех технологий позволяет строить основу для какого-то следующего магазина, следующего уровня. Подскажите, пожалуйста, есть компании, которые потребители диджитал технологий, уже придуманных кем-то. Вы, как представитель телекоммуникационных компаний очень больших, которые занимаются интернетом, связью и так далее, вы наверняка знаете чуть больше. И, скорее всего, где-то уже зародилась какая-то тенденция, какой-то новый интересный тренд, который скоро появится абсолютно у всех. Может быть, какое-то решение телекоммуникационное, интернетное, которое изменит вообще взгляд на ритейл как таковой, или мы пока полномерно продвигаемся по старой модели? Ну, старой модели уже не существует. Мы только что проговорили про омниканальность, а это уже не старая модель. Потому что старая модель – это вечный спор оффлайн или онлайн. Это первое. Второе, конечно, в сегодняшних, в текущих реалиях, когда знание о клиенте становится уже такой безумной с точки зрения объема информации, то ключевым становится релевантность. Релевантность формата розницы, релевантность предложения, релевантность самого продукта для клиента. И, соответственно, вот этот стык между знанием о клиенте и предложением ему релевантного продукта, вот это на сегодняшний день является, ну, скажем так, ну, наверное, текущей реальностью, а может быть, будущей реальностью, потому что каждый из нас хочет получить то, что ему именно нужно, а не стандартный скрипт из набора огромного количества продуктов. Это первое. И второе – формат или концепция той точки контакта с компанией, которую клиент выбирает. Кому-то интересно ходить в розницу. Какая она должна быть? То есть, как должен выглядеть салон? И мы в компании «Теледва» два года назад задумались этим и открыли новый формат, салонного формата, 3.0 его назвали. Часто более 10% розницы. Это первое. Второе – другой человек выбирает мобильное приложение. И у нас более 50% базы, клиентской базы ходит в личное приложение и там с удовольствием получает свой сервис. Поэтому важно выбрать релевантный продукт и предложить клиенту релевантную точку контакта. Вот. И, собственно, вот это и есть, наверное, ключ успеха. Мы пожелаем вам удачи, потому что в любом случае от вашей работы выиграет конечный покупатель и пользователь. Спасибо большое. Надеюсь, до встречи в следующем году нашей выставки. Да, спасибо вам.